Джео, молодец, продолжай и дальше. Здоровья и удачных посадок. Спасибо Gnome54 за пожелание и 500 рублей. Меня долго не было, поэтому благодарю с опозданием. В прошлой части я выполнил несколько контрактов и накопил на Origin 300i. Но дело в том, что на Orison нет места, где можно было бы рассмотреть этот красивый космический корабль, так как база Orison находится в облаках газового гиганта под названием Crusader, и каких-то взлетно-посадочных полос или полей для посадки здесь попросту нет. И ближайшая точка осмотра, кроме, пожалуй, ангара, это любая другая планета или спутник. Мне нужно было найти много свободного места для моих экспериментов, и планета Макротеч идеально для этого должна была подойти. На Макротеч есть атмосфера и все сопутствующие атмосфере и погодные условия. Это был мой первый полет на этом корабле, и я хотел проверить посадку по самолетному и способность этой штуки на полет без двигателей. Все-таки это не тот корабль, из-за которого я умер в прошлой части прохождения. Это не стартовая Аврора, у которой посадочные стойки, а не шасси. Квантовый прыжок в пределах одной системы, дело не быстрое, и я в полете спокойно покинул кресло пилота, чтобы осмотреть интерьер корабля. Докладываю, что есть в Origin 300i. Металлический бокал, даже два металлических бокала, но без шампанского. Третий бокал, похоже, сперли, потому что место под него есть. Это вроде холодильник, температура не меняется, но зато можно открыть и закрыть дверцу. Здесь что-то вроде кухни, столешница пустая, есть рак вина, но воду включить нельзя. Постель вроде удобная и от такой подушки шея точно не будет болеть. Рядом с выходом есть аптечка, но воспользоваться ей также нельзя. Кресло пилота, огнетушитель, им воспользоваться тоже не получится. Панорамная крыша прозрачная. Стекло у крыши не затемняется. Если что, у нас в 2022 году есть такие стекла, когда на него подается напряжение, стекло становится непрозрачным. Обычно такие технологии можно увидеть во всяких там мерседесах, да и в японских туалетах на улицах подобные стекла тоже есть. Так вот, здесь в Star Citizen на дворе 2952 год, а на панорамной крыше даже нет обычной шторки. Ладно, идем дальше. Над кроватью в ногах есть телек, можно посмотреть что-то на сон грядущий, а еще на этот телевизор выводится все системы корабля. Можно наблюдать за напряжением, щитами и так далее. На этом обзор интерьера Origin 300i подошел к концу. За это время до планеты я так еще и не добрался, поэтому можно сесть в кресло пилота и немного подождать. Примерно через минуту мой Origin 300i оказался на орбите Macrotach и я начал сход с орбиты для посадки. Во время обычного полета также можно покинуть кресло пилота, но близко к поверхности этого лучше не делать. Судя по цвету поверхности, на этой стороне планеты мало или почти нет снега, хотя правее видно обширную поверхность, покрытую снежным покровом. Мне очень повезло оказаться в подобном месте в светлое время суток, так как обычно летая над Macrotach я видел только снежные ландшафты и сейчас мне не терпелось побыстрее приземлиться. С недавними обновлениями над этой планетой появились настоящие объемные облака и сейчас я впервые увидел их с такой большой высоты. Судя по их темному серому цвету, это очень плотные дождевые облака и если присмотреться, можно даже увидеть тень, которая падает от них на поверхность планеты. Интересно, они движутся или всегда находятся на одном месте? Нужно будет это потом проверить. Оказавшись на поверхности, я наконец-то увидел не засыпанный снегом, а настоящие зеленые елочки. Конечно, ели всегда зеленые, но в некоторых частях планеты такие снежные штормы, что ели по макушку облеплены снегом. Так уж получилось, что в этот момент мне нужно было отойти, поэтому я решил приземлиться и выйти из игры. Star Citizen у многих кораблей есть кровати и если лечь в такую кровать и выйти из игры, то при повторном входе персонаж окажется в своем корабле на том же самом месте, из которого вышел. У некоторых космических кораблей, где большой экипаж, есть сразу несколько кроватей. Кстати, при подобном выходе из игры персонаж и корабль исчезают из мира и его невозможно уничтожить. В общем, это не Раст, где дом и персонаж остаются в мире даже после выхода из игры. Когда же я вернулся в игру, меня ждала долгая загрузка мира, а после загрузки я сразу понял, что что-то здесь не так. Лежа на кровати и смотря в потолок, я понял, что мой кораблик вместо того, чтобы стоять на поверхности планеты, где-то летает и судя по проносившимся облакам за стеклянной крышей, так оно и было. Мое удивление достигло апогея, когда я переключил камеру и обнаружил, что мой космический корабль летает где-то в затекстуре, а спустя пару секунд текстуры частично прогрузились и оказалось, что я падаю на планету. Времени у меня было мало и я поспешил быстрее за кресло пилота, чтобы запустить двигатель и спасти свой арендованный корабль от столкновения с поверхностью. Честно говоря, я пытался, но после того, как это медленное кресло развернулось, все, что я успел сделать, это нажать кнопку запуска двигателей. А уже в следующий момент... Ну, как-то так. Если в этой игре ты не умираешь от застревания в текстурах, то тебя обязательно убьет коробкой, придавит кораблем или ты спавнишься где-то в небе и в последующем взрываешься, не успев включить двигатели. Смирившись с очередной несправедливой смертью, я стал ждать, пока истечет время. Уничтоженный корабль можно вызвать сразу же, но даже в альфе и персе игры за это нужно заплатить игровой валютой. И чем дороже и больше корабль, тем более круглую сумму обойдется его преждевременный призыв. Не имею ни малейшего понятия, но почему-то после взлета нос этого корабля всегда задирается вверх. Очередной полет с использованием квантового топлива занял 8 минут реального времени. Грубо говоря, полет в пределах этой солнечной системы из одного конца в другой займет максимум минут 12, и это если считать полет на этом корабле, так как в игре есть один нюанс, связанный с квантовыми двигателями. Дело в том, что чем больше корабль, тем быстрее он преодолевает расстояние в квантовом прыжке. Некоторыми днями позже я об этом узнал, когда взял на межгалактической выставке Razer XL, и до другой планеты на нем я летел ну очень долго. Еще один минус игры это карта, которая непонятно как масштабируется. Некоторые маркеры и названия просто невозможно разглядеть, так как они накладываются друг на друга. Или вовсе не видны из-за того, что у текста нет обводки, и он просто теряется на белом фоне планеты. Да что уж там, в КСП карта солнечной системы сделана лучше, и камеры не проходят сквозь планеты. Что ж, самое время еще раз попробовать приземлиться на эту планету. После исхода с орбиты мне пришлось еще немного полетать, чтобы найти ровную плоскость, для проверки посадки по самолетному. Тот случай, когда в игре про космос хочется держаться ближе к поверхности планеты. Проработка и детализация рельефа очень хорошая. Солнце находится впереди, и каждая еле отбрасывает тень. У каждой неровности рельефа тоже есть тень, которая не глючит и правильно отображается. Обнаружил интересную фишку в корабле, я перевел энергию на двигатели, и полоска форсажа стала быстрее восстанавливаться. Решил набрать высоту и пролететь сквозь облака. Облака разработчики сделали действительно очень хорошо. Пожалуй, в игре про космос это лучшие облака, которые я встречал. Следующим уровнем было бы создание в этой игре динамических погодных явлений, как Microsoft Flight Simulator, ну и разнообразие облаков как следствие. Еще одна заметка касаемо деревьев, во-первых, у них достаточно дальняя прорисовка, а во-вторых, их появление практически незаметно. Они прогружаются максимально плавно, и это бросается в глаза только тогда, когда летишь высоко над поверхностью планеты, и нет непогоды. Вроде этой белой снежной дымки, которая сейчас над поверхностью. Конечно же, я не мог не заметить отсутствие деревьев, если посмотреть на планету с орбиты. Вообще, с большой высоты это совсем другая планета, и если бы этот массив зеленых елей прогружался, вид на планету с орбиты изменился бы в гораздо лучшую сторону. Спустя еще пару минут полета, последние островки суши остались позади, и теперь ровная поверхность уходила за горизонт. Скорее всего, это какое-то замерзшее озеро или море. Думаю, соленая вода на этой планете точно может замерзнуть, если учитывать, какие здесь низкие температуры. Пора приземляться. Перед посадкой я сбросил высоту и скорость, а затем выпустил шасси, и на скорости в 42 метра в секунду мой самолет коснулся поверхности. Я ожидал взрыва или чего-то подобного, но все прошло довольно неплохо. Несмотря на то, что я не тормозил, корабль сам сбросил тягу и довольно быстро остановился. Теперь проверка взлета по самолетному. И здесь меня также ждало разочарование. Оказывается, пока шасси касаются земли, маршевый двигатель корабля отказывается работать. Затем я решил добраться до ближайшего острова и посмотреть, что там есть. Дверь как у самолета, а вместо трапа здесь есть лестница, и в этом как плюс, так и минус. Минус в том, что без лестницы не заберешься, и это не так-то уж удобно. А плюс заключается в том, что к вам на борт просто так не заберется заяц. Так как, чтобы незнакомец смог использовать вашу лестницу, он должен сначала пригласить вас в группу, а вы его должны принять. Красивый космический корабль. Не знаю как, но я решил снять шлем, и в руках у моего персонажа оказалась такая вот коробка. Похоже, это и был шлем, вот только что он делает в коробке. В инвентарь положить его у меня не получилось, поэтому я его выкинул. Потом все же решил занести его на корабль, второго-то запасного шлема у меня нет. Пускай полежит на кровати, здесь точно не пропадет. Побежал на тот холм, рядом с которым приземлился, чтобы осмотреться. И как вы думаете, опять умер? Вот так всегда. Конечно, в этот раз меня убила не какая-то коробка, а настоящий холм. Спасибо. Спасибо.